Ура! Победа! Или пошел нах! Знак с вытянутыми вверх указательным и средним пальцами, обозначающим латинскую букву V. В Великобритании два пальца в форме V с повернутой ладонью к себе означает оскорбление. Поэтому, вы должны быть предельно осторожны, когда, например, заказываете в кафе или пабе два напитка и показываете жест V. В этом случае лучше всего отвернуть ладонь от себя, показав жест, обозначающий цифру 2 и схожий с жестом V. Виктори! Победа! Уинстон Черчилль в самом начале Второй мировой войны так показывал знак победы. Ему кто-то из приближенных объяснил, что показывать так, это оскорблять того, кому ты показываешь эти два пальца. После этого Черчилль развернул ладонь к собеседнику. И с этого момента, это стало знаком победы. Виктори! Но этот знак появился и стал популярен только в 40-х годах 20 века. Вернемся к неприличному знаку. Два пальца в форме V с повернутой ладонью к себе. Его происхождение связывают со Столетней войной, во время которой плененным английским и валийским лучникам, наводившим трепет на французов, отрубали средний и указательный пальцы на правой руке, дабы они не могли в дальнейшем пользоваться своими луками. Лучники, зная об этом, перед битвой дразнили французов, показывая им неповрежденные пальцы, факов. Да пошел ты! До сих пор ведутся споры об этом жесте, времен Столетней войны. В британской библиотеке. Есть страница из средневековой рукописи, на которой изображен лучник, как бы показывающий два пальца. Но скорее всего, это инструктор по стрельбе из лука. Но ведущий Кевин Хиггс, долгое время изучающий исторические факты Столетней войны, демонстрирует старинный рисунок, где один из английских лучников показывает французам два пальца. Даже сегодня, данный жест носит оскорбительный оттенок, если показан с тыльной стороны ладони. Помните об этом, пожалуйста, находясь в Великобритании. Показать два пальца может быть считаться оскорблением или вызовом на драку. Но а кого этот человек посылает нах? Возможно, все точно, скоро узнают. Великий и ужасный факт. Король всех неприличных жестов. Этот жест известен с древних времен. В Древней Греции он именовался «срамным пальцем». Древние греки использовали этот жест, как прямое указание на мужские гениталии. Он воспринимался, как угроза анального изнасилования. Философ Диоген говорил, что большинство людей отстоит от сумасшествия на один только палец. Если человек будет вытягивать средний палец, его сочтут сумасшедшим, а если указательный, то не сочтут. В Древнем Риме этот жест называли «digитус импудикус» – бесстыдный палец, или «digитус инфамис» – позорный палец. Существует также история, связывающая этот жест, как и предыдущий, со Столетней войной. Перед битвой при Азенкуре французы грозились одолеть англичан, причем особо похвалялись арбалетчиками, как главной своей ударной силой. Спуск арбалета нажимается средним пальцем. После того, как французы проиграли битву, англичане издевательски напоминали им об их похвальбе, показывая им средние пальцы. Значение жеста не вызывает у историков особенных споров – это обозначение мужского полового члена. Подобных знаков, обозначающих член и половой акт, существует целое семейство. Например, в него входит нам хорошо знакомый кукиш. И если в нашей истории этот знак со временем стал носить более мягкое значение, то в Китае, например, до сих пор считается крайне оскорбительным. Также в некоторых арабских странах показать кукиш – значит нанести оскорбление. Всем интересующимся историей средних веков, рекомендую посмотреть YouTube-канал под названием «Исторический отряд» Кевина Хиггса. Много интересных сюжетов. Все ссылки будут под этим видео. Если смотреть YouTube-канал в браузере Яндекс, то там можно включить онлайн-перевод на русский язык. И все-таки, возвращаясь к среднему пальцу, без которого невозможно натянуть знаменитый английский длинный лук. Эк гласит легенда. Победившие англичане махали средними пальцами поверженным французам. Они говорили «Видишь, мы еще можем сорвать тис!» и кричали, показывая средний палец. «Срывай тис!» По-английски это звучит «Плак ю!» Созвучно как «фак ю!» А тис использовался для изготовления длинных луков. Возможно, что английским лучникам, попавшим в плен, отрубали не один палец, как считают многие, а сразу два, чтобы наверняка стрелять из лука уже не могли, как прежде. А вот, допустим, землю копать, или еще что-то делать, вполне еще могли бы. Еще одна легенда времен Столетней войны. Как лучники проверяли, хорошо ли натянута тетива на луке, если недостаточно хорошо. И нужно подтянуть. После того, как подтянули. Опять проверили. Теперь все хорошо. Все окей.